В наших школах есть немало молодых учителей, которые хорошо чувствуют себя в своей профессии. Они приобретают настоящий профессионализм, пользуясь поддержкой опытных педагогов. Но и у них есть то, что ценно для коллег. Поэтому обмен информацией и опытом важен с обеих сторон. Об этом говорилось на региональном педагогическом форуме по реверсивному наставничеству, который прошел в первом лицее. Наставничество – это форма взаимодействия между людьми, в которой опытный передает свой опыт начинающему. И это работает в славянских образовательных учреждениях, где всерьез обеспокоены сохранением высокого качества образования. Реверсивное наставничество или наставничество, наоборот, это модель, в которой компетентный молодой педагог делится своими знаниями с более опытным педагогом. Все возможности используются для профессионального роста. В первом лицее накоплен богатый опыт наставничества во всех его видах. Здесь молодые учителя нарабатывают профессиональные навыки, и это дает им возможность видеть свои плюсы и улучшать работу. Необходимо постоянно повышение профессионального опыта, необходимо приобретение новых навыков. Это важно очень для учителя, чтобы передать это детям. Для этого и существуют разнообразные форумы, разнообразные слеты, конкурсы, где учителя, прежде всего, делятся своими наработками, своими знаниями, которые в дальнейшем их коллеги могут применить. Таким образом они могут решить учебные задачи, дать более качественные знания, что в дальнейшем пригодится детям для поступления и в жизни в целом. Конечно, в лицее педагоги с большим стажем оказывают поддержку молодым учителям. Очень важно, когда более опытный коллега делится своим опытом, своими наработками с более молодыми учителями. Не секрет, что сейчас немного молодых учителей, и те, кто приходят в школу, они не всегда владеют в совершенстве секретной мастерства, они нуждаются в наставничестве, поэтому наша школа работает в этом направлении. За каждым учителем закрепляется наставник, мы оберегаем учителей молодых, стараемся их, скажем, в новой профессии не разочаровать, поддержать. И я думаю, что эта традиция будет продолжаться. Перед началом форума его участники познакомились с выставкой достижений лицеистов. Мы активисты и выступаем за хорошую экологию, поэтому мы делаем разные проекты на тему защиты экологии, электростатики, и мы их представляем на разных творческих и исследовательских мероприятиях. В первом лицее много одаренных учащихся, которые активно участвуют в научной работе. Успешно работают здесь разнообразные клубы. В лицее развита система наставничества через работу клубов обучающихся, поэтому вы сегодня можете видеть работу различных клубов. И экогруппа, и волонтеры-медики, и юные дипломаты, и молодые ученые, которые представляют систему своей работы, представляют опыт своей работы. И, безусловно, вот такая система наставничества, она приносит свои результаты, влияющие на развитие детей и на то, чтобы они определились в своей дальнейшей профессии. Педагогический форум открыла его координатор Галина Мирная, сказав, что идея форума полностью принадлежит учащимся, и этим можно гордиться. Реверсивное наставничество – удачный его вид, при котором умная молодежь делится своими идеями с опытными специалистами. Сегодня все участники форума смогут посетить бесподобные мастер-классы, на которых спикеры покажут, что они умеют, и поделятся своими лайфхаками, своими новинками. И я думаю, что даже любой опытный педагог сможет с сегодняшнего форума унести что-то интересное. А для того, чтобы молодые педагоги не уходили из школ, мы их вовлекаем в активную деятельность. Помимо того, что помогаем, даем им возможность самим проявить инициативу и показать то, на что они способны. Цель форума – оказание практической помощи учителям муниципалитета в вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и повышения их педагогического мастерства. Такие мероприятия дают возможность учителям раскрыть свои способности, сдружиться и отлично работать в дальнейшем. Педагог-психолог Первого лицея Мария Ефимова выступила перед собравшимися со своими мыслями. И когда ко мне обратились с тем, чтобы подготовить выступление для нашего мероприятия, я подумала о том, что это настолько привычные для меня вещи, потому что работая с детьми каждый день, я постоянно получаю, обогащаюсь опытом, колоссальным, благодаря детям. И сами дети это видят, и наши выпускники. Девочка в прошлом году сказала, вы мой духовный наставник, но я ее поблагодарила за то, что она мне дала. Вот это очень важно в реверсивном наставничестве, понимать, что каждый педагог может и личностно вырасти над собой, и профессионально, именно благодаря работе, сотрудничеству. Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться. Так кратко можно сказать о реверсивном наставничестве. Мастер-классы, которые проводили не только учителя, но и студенты, были очень интересны для участников педагогического форума. Возможность рассказать что-то новое, современное, так как мы учителя уже будущего поколения. Показать, как сделать проще иногда, как сделать интереснее для детей, как заменить флешку на интернет, как сделать новые дизайны. И, в общем, мы чему-то учимся у них и рады помочь учителям тоже сделать все намного ярче, красивее и интереснее. Участники регионального педагогического форума по реверсивному наставничеству знают, что в школе присутствуют представители самых разных поколений. Они работают и учатся вместе. И здесь очень важно найти не только взаимопонимание, но и эффективные пути взаимодействия. При этом педагоги и ученики нередко выступают одновременно в двух ролях. И как наставники, и как наставляемые. И все они помогают друг другу развиваться и совершенствоваться. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа События.